В квартиру на четвертом этаже этого дома на фабричной семья Плетухиных въехала всего неделю назад. Говорят, даже не подозревали, что практически сразу столкнемся с проблемами. Переехали, вроде бы все показалось достаточно нормальным, но в час ночи мы были разбужены очень страшным лаем, который могли издавать не менее десятка собак. То есть это все было буквально над головой, был жуткий топот, и мы были просто в неком шоке, что такое вообще может происходить. Пошел разбираться наверх, наверху никто, естественно, не открыл. Более того, готовя обращение в самые различные инстанции, люди наткнулись на еще одно, куда более сложное обстоятельство. Обратился в РОВД железнодорожный, нашел совет дома, в общем, поднял эту проблему, и параллельно как бы со всем с этим у нас начали просачивать, скорее всего, вот эти вот экскременты сверху, потому что собаки абсолютно не выгуливаются. И по словам свидетелей, и по словам жильцов, собаки не выгуливаются, собаки какают и писают непосредственно наверху. Собственница злополучной квартиры, которая живет там со своей подругой, наотрез отказалась впускать нашу съемочную группу в свое жилище. Собачки, мол, спят, у одной из них течка, и если животных потревожить, то могут покусать всех и вся. Да, на улице подобраны, я после работы в скорой, на своей машине, вот она стоит, в сугороде, вот зеленая у меня шестерка, вот видите, сугород. У меня семь собачек, да, у нас трое хозяев живет, у меня две комнаты одной продала, хозяйки, ее две собачки сейчас в комнате, у меня сосед еще, у меня семь. Выкупали наборы куриные, я заказываю мешками гречку, рис, мне привозят, оптом, мешки заносят. Собачкам кашу варюсь, с наборами куриными, которые по 29 рублей, они у меня кушают. Вот, сытые, все здоровые проглезли. Так у меня подруга ветеринар, в лучшем городе. А выгуливать не получается? А? Выгуливать не получается? Четверых, трое боятся улицы. Мы их подобрали, нет, с двоими Марина ходит утром, а двоих в обед водит. В итоге общение с сердобольной зоозащитницей происходило только на лестничной клетке. Зато женщина пообещала нам и своим соседям, что в ближайшем времени освободит жилплощадь. Собираются покупать частный дом в Сокури. Я уезжаю туда и собачек туда во двор. У меня вот только два месяца до марта дожить. А почему не до марта? Ну, потому что до марта бы договорились в Сокури с домиком. В марте. Потому что у меня договор с хозяйкой в Сокури в марте. Там вода не сделана, не подведена. И только можно, когда растает, подвезти. Ну, без воды как. К сожалению, в пятницу телефон местного участкового был недоступен. Хотя в железнодорожном отделе полиции подтверждают, заявление от жильцов зарегистрировано и разбираться с проблемой будет именно участковый уполномоченный. В управляющей компании обслуживающий дом от комментариев тоже отказались. Говорят, ситуацией займемся, если от собственников поступят жалобы. Жильцы ее уже, впрочем, подготовили и надеются, что либо правоохранительные органы, либо УК помогут им решить вопрос с непростой квартирой. Понятно, собаки собаками и жалко бездомных животных. Но и людям как-то жить надо.